На очередном заседании комиссии по топонимике, которое состоялось 5 августа в административном здании Сергея Посадского городского округа, рассматривались вопросы по присвоению номинований элементам уличной дорожной сети и планировочным структурам, расположенным на территории округа. Заседание открыл начальник управления градостроительной деятельности администрации Сергея Посадского городского округа Александр Аверяскин. Повестка не такая черная, как на предыдущей комиссии. У нас 9 вопросов, но, тем не менее, есть о чем поговорить. Как обычно, у персонала, мы подготовим исчерпывающие материалы, предложения, которые мы с вами обсудим, мы приняли решение. Давайте приступим к повестке. Комиссия рассмотрела и приняла решение по 9 вопросам, которые составляли повестку дня. Так, бывшей территории СНТ «Мехово-2» было присвоено название «Территория Мехово-Лесное». Территориям, выделенным под участки для многодетных семей в деревне Селково, были присвоены следующие названия. Улицы Домашняя, Уютная, Материнская, Отеческая. Переулки Бабушкин и Дедушкин. Проезды общий и совместный, которые будут соединять старшую и младшую улицы. А растущий проезд соединит улицы молодости, юности и мудрости. Расположенный в деревне Самотоевно квартал отныне будет называться Кошелевский. Находящимся в районе деревни Меркурьево улицам были присвоены названия Корешневская, Павловская, Макаровская, Светинская, Васьковская, Богословская. А дачному массиву было присвоено название «Территория Меркурьево-Дачная». С особым вниманием комиссия отнеслась к вопросу о присвоении центральному бульвару в рабочем поселке Богородское имени известного земляка, почетного гражданина Сергиева Посадского района, поэта Виктора Бокова. Поступило предложение от фонда исторического наследия поэта Виктора Чебокова, который, в общем, предложили вековечить в одной из улиц в пределах округа, именно это звучало, имя нашего действительно великого земляка. Причем земляка не просто нашего местного, как говорится, значения, а имеющего, можно сказать, там, общесоюзную известность, благодаря его, в первую очередь, конечно, песням. С этим возникли проблемы, потому что у нас по биографии Боков привязан был в общем деревне Язвицах, в которой, собственно, искать там нечего, там одна улица и переименовывать называть нечего абсолютно. Второй город Краснозаводск, где он учился в ФЗУ и потом работал на заводе, ну и какой-то частью он был Язвиц с Загорском тоже связан. Я обратил свои взоры на поселок Богородское, как-никак Язвиц за 15 лет были, находились в составе городского поселения Богородское. У них есть прекрасный ухоженный бульвар, который сейчас безымянный, и, собственно, опять же, технической стороны он не затрагивает название, если ему присвоить ни чьих интересов. Опять же, я уповал на то, что повышение туристической привлекательности поселка Богородское, потому что у них, конечно, есть фабрика, резной промысел, музей, это все хорошо, но есть возможность, точнее, мы можем сделать подачу для того, чтобы они еще одну точку интереса смогли раскрутить. Мы против того, чтобы назвать именно Богородское. У нас есть обращение очень-очень много резчиков, которые вот династиями, которые, у нас есть сейчас три династии, которые с 800-х годов, и до сих пор люди режут. То есть уже правнуки, внуки пошли. Мы разговаривали с Никитиным, когда с Альбетом Вячеславовичем обсудили эту тему, и подключился к нам и Михаил Юрьевич Токарев, и Никитин Саблова, вот, поселение. И мы, конечно, тоже пошли, естественно, по пути, как я уже сегодня озвучил, прежде всего мы должны услышать мнение населения. Но здесь, в свою очередь, мне очень интересно, тоже, как в какой-то степени историку, краеведу, мне тоже очень интересно, какие имена будут предложены. Потому что пока на сегодняшний день, вот кроме Максимова, я не услышал других имен знаменитых резчиков. Еношкин. Секундочку. Значит, и вы должны просто сразу, я же не от того, что отвергаю, я просто говорю, что вы у себя эти имена, как бы, как флаг подняли, обсудили на депутатском каком-то поприще, там еще что-то, и определились, что все-таки бульвар будет носить имя какого-то очень значимого человека, это на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вы должны тоже взять на себя вот эту ответственность. Какой будет из резчиков 18-го века, 17-го века, там, 21-го века, какой резчик будет вот, ну, воспринят, ну, как знаковая фигура для того, чтобы бульвар носил его имя. Вот это очень важный момент. У нас сейчас идет процесс реконуума, формируем документы на парковую территорию, и у нас будет парковая территория разделена в две части. Проектировщики уже проработали проект парка, и на территории в районе Делька у нас будет аллея поэта Бокова. Очень интересная такая конструкция, где можно будет подходить, слышать песни, стихи, где люди могут выступать. Смотрите, Богородская трансмозавод – это разные населенные комнаты. В общем, улицы могут называться и бульвары. И в этом населенном пункте, и в другом населенном пункте тоже может быть бульвар поэта Виктора Бокова, или там парк. Что касается Богородского, ну если уже как бы рассматривается этот вопрос, именно Виктора Бокова, и именно пришли, обсудили, то почему нельзя все-таки присвоить этому бульвару имя именно поэта Виктора Бокова, а в Богородском, там же ведь не одна эта улица, не один тот бульвар, просто найти еще улицы соответствующие и увековечить память вот тех людей, которые вы тоже называли. И рассматривать этот вопрос не отдельно, вот этот бульвар поэта Виктора Бокова, а потом в какой-то следующий раз там на другие улицы, а одновременно. Может быть это будет бульвар Рещикков, например. Вот если будет бульвар Рещиков, а сопутствующие вот эти вот в инфраструктуре в его какие-то улицы, вот тогда уже, да, тогда будет там Ерошкин, Максимов, и тогда уже вот этот вот участок будет, вот вы подумайте вот об этом, это интересно может получиться, тогда будет понятно, каких Рещиков, этого, 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 но сам бульвар, это всех Рещиков. Да, всех. Что у нас самое интересное, во второй половине 19 века город немножко стал угасать, и вот в Богородском там постепенно стали исчезать резчики вот из деревень, остались только в самом Богородском. И то, что сейчас там слышишь, мы из липы делали, это самый лучший материал, делали из сего. Из осины, казалось бы, очень неподходящего материала. Делали очень разные игрушки, то есть там шел какой-то поиск, к сожалению, может это написано, такая работа, я не встречал. Где вот этот промысел, очень своеобразный, был бы уже прописан весь, со всеми деталями и с прочим. Вот этого нет. И кто там первоначинал, кто продолжал, так далее, это очень спорный вопрос, поэтому тут Сергей Евгеньевич правильно сказал, лучше бы я, без щеков. Уважаемый член комиссии, действительно, вопрос неоднозначный, мы его проработали и собрали информацию со всех. И здесь мнения разделились, мнения разделились. Вот, я предлагаю, я предлагаю, я рассчитываю на вашу поддержку, перенести рассмотрение данного вопроса, дополнительно проработать и уже проработать в какой части. Мы попросим наше телоуправление именно с местными жителями, чтобы это не вызвало отторжения. Вопрос о присвоении названия бульвару в поселке Богородское был перенесен на дополнительную проработку. Следующий вопрос о переименовании улицы Алексеева, расположенной в Сергиевом Посаде, также заслужил отдельного внимания комиссии, членом которой было предложено изменить наименование улицы Алексеева на улицу Летчика Алексеева, дабы избежать путаницы с названием другой улицы, находящейся поблизости улицы Лейтенанта Алексеева. У нас шесть героев Советского Союза на Кировске вот так вот произрастали и, в общем-то, прославили нашу равную улицу, на которой я тоже, к счастью, родился и вырос. Вот, но я просто всю жизнь, даже вот с тех времен, с младенчества, вот с этим вот как-то так сталкивался. Суть и коллизия в чем? Две улицы, рядом находящиеся, носят имя Алексеева. Улица Лейтенанта Алексеева, и здесь более-менее понятно, и просто улица Алексеева, она небольшая, но вот улица Алексеева, который, в общем-то, был супергероем вообще, полярный летчик, который, да, который любимый летчик Сталина и Папанецов там спасал и так далее, то есть героика его биографии настолько широка, разнообразна и глубока, что, конечно, в общем-то, хотелось бы, чтобы его улица тоже звучала. А когда мы едем под час, ну, по сути, вот даже сейчас вот забейте, вот здесь улица Алексеева, и вас привезет, приведет вот этот вот продукт, да, навигатор, он приведет к лейтенанту Алексееву, ни больше, ни меньше. Предложение. Предложение. Добавить летчика Алексеева. Все, ничего хитрого нет. Есть лейтенанта Алексеева, она существует, и нормально, дом, доска, все. И есть не полярного летчика, героя Советского Союза, почетного глядя, а просто летчика Алексеева. Если возражений нет у членов комиссии, предлагаю поддержать. Кто за? За. Решение принято. Спасибо большое. Комиссия также рассмотрела предлагаемые наименования элементом уличной дорожной сети, расположенном на территории АДНП Загорск. Улицы, образующие новый квартал, будут называться Лоскутиха, Копорка, Якимцовская, Носовская, Алешинская, Семенчинская, Арестовская. Крайний проезд – это название дороги, соединяющей кварталы новой застройки с западным объездом. Следующим вопросом, предложенным комиссией к рассмотрению, был вопрос о присвоении наименований территориям муниципального индустриального парка М8, расположенного на территории бывшей Сватковской птицефабрики. Предлагаемые варианты наименования территорий. Территория муниципального индустриального парка М8, М8 Север, М8 Юг, М8 Инновации, М8 Агра, М8 Металлургия. Скажем так, М8 – это своего рода бренд. 90 гектар – это три больших территории, примерно по 30 гектар. Плюс к этому бренду относятся территории частных земель М8 Инновации, где у нас эко-окна находятся. М8 Магра – тоже частная территория, находится непосредственно вблизи бывшей птицефабрики. М8 Металлургия – это территория, если так территориально посмотреть, это вблизи, недалеко от ЗТЗ, Заборского трубного завода. Мы придерживаемся этой логики каждую территорию. Во-первых, они разрознены, территориально, географически они разрознены. Но каждой территории мы присваиваем свое наименование. Да, удобно для идентификации, самоидентификации, для ориентирования. И, конечно же, каждая территория – это не конкурент друг другу, это самостоятельная, со своими, наверное, требованиями к локализации, размещению производства. Девятым вопросом, за который проголосовали члены топонимической комиссии, был вопрос о присвоении наименования территории санатория Загорский Дали. Для идентификации объектов недвижимости, отличие их от самого населенного пункта поселка Загорский Дали, было предложено всей территории санатория присвоить наименование территория санаторий Загорский Дали. Доволен, я говорю, что хорошо очень прошло по деловому, как видите, не ругались, хотя там споры были, не согласны, отдельные, так сказать, члены комиссии были с другими, но ничего. В целом, решения были приняты, кто чем недоволен, это нормально. Было бы хуже, если бы все соглашались при советской власти. Одобремся и никаких вопросов. Единственный вопрос такой спорный, который у нас планировался, это по поводу увековечения памяти нашего великого земляка, поэта Виктора Федоровича Бокова. Очень много мнений, было очень много пожеланий. С моей стороны была проведена работа с моей точки зрения, ну не всем она пришлась по душе, конечно, и моя мотивация. Ну, будем, значит, рассматривать дальше. Самое позитивное в этом плане, что, в конце концов, это хороший побудительный стимул для наименования безымянных улиц в поселке Богородское, что, наконец, мы приведем в порядок их топонимическую систему. Елена Георгиева, Сергей Власов, День города.